Добрый день, друзья. По опыту прошлого года, так как сейчас у нас межсезонье, скажем, у нас сейчас наступает поздняя осень, у кого-то уже зима, я выкинул две батареи, но по своей вине, потому что вечером мы всегда собираемся с надеждой, что поедем, полетаем, а утром встаем, а у нас дождь заплетает, и все печально. И никуда не ехать, а батареи надо разряжать, потому что хранить их заряженные, это так же плохо до следующей недели, как и разряженные в ноль, поэтому было желание сделать прибор, потому что вот такая зарядка у меня, она разряжает 4С батареи током 300 мА. Очень маленький ток, когда батареи такие маленькие, это еще не проблема, а вот такую батарею разряжать вообще около суток, у меня их немало, скажем, есть в запасе несколько батарей, и чтобы разрядить эти 50 А суммарные, это ох, как много времени занимает, иногда просто лень, иногда забываешь, не знаю. Разрядка построена на трех нагрузочных резисторах, мощностью по 100 Вт, сопротивление у них суммарное 1,5 Ом, тут 2 по 4, 1,6. Можно нагрузить хорошо, единственный недостаток, греется, ну греется как, если мы даем 5 А нагрузку, рука держит, уже больше 8 А, к 10 А уже можно и чай кипятить. Ну, на чем она построена? Построена она на Ардуино, на Ардуино можно использовать любую, любую, про мини, нано, что у вас есть под рукой. Дальше что у нас? У меня не было кренок, кренок это такой стабилизатор. Я воткнул бэк, у меня этих бэков полно, выставил 5 Вольт напряжения и подаю напрямую, напрямую не на контакт RAV, а на контакт VCC. Что тут еще есть у нас такое основное? Ну, пищалка, ладно. Два коннектора XT60, OLED-дисплей. Ну, суммарная стоимость вот этой всей приблуды, не знаю, там, доллар в 5, может чуть больше, может чуть меньше, ну где-то такое. У нас у многих это дома даже есть, уже в наличии. В процессе создания этой штукенции. Скетч была добавлена с замер емкости. Ну, потому что все есть, у нас есть напряжение, есть нагрузка. Ну, скажем так, это побочный продукт, на него уклона вообще не было. То есть, у меня была задача сделать, чтобы нагружать аккумулятор, и перед 3,75, 3,8 отключала нагрузку, чтобы не следить постоянно. Я пытался разряжать лампочками, ну, ее подключишь, потом пищалку надо, она пищит, тряхтит, тарахтит, короче, не для нас это. Не по фэншую. Калибруем мы только под именно один тип батарей. То есть, если я откалибрую под 4С, у меня ток, здесь будет показать верно, только для 4С. То есть, соответственно, для других напряжений мощность будет меняться. То есть, если мы откалибруем все на 4С, мы уже должны с этим учетом, когда ставим 3С, мы с этим учетом должны уже сами в голове программировать, какая у нас сейчас нагрузка. Ну, так как я использовал слово, большинство батарей, почти все батареи, на которых я летаю, они 4С, так что я для себя сделал только под 4С. То есть, на 4С у меня точно определяет и емкость, и ток показывает точно, все точно. Так что, выбрать вы должны сами. Возможно, в будущем, возможно, но еще не знаю, я допилю скетч, чтобы он определял, тут надо будет всего пару резисторов добавить, чтобы он определял тип батареи от входящего напряжения. Но это, в принципе, мне это не надо, потому что я смотрю не на емкость аккумулятора, для меня основной параметр это больше сопротивление. Как сопротивление поднимается, значит батарея умирает, а емкость можно и на ОСД посмотреть. То есть, мы вот сюда включаем питание этой разрядки. Вот сюда мы включаем сам аккумулятор. Вот это подсоединяем к первой банке нашего аккумулятора. То есть, от минуса, мы считаем, это первая банка. То есть, если вот, чтобы понятнее было, вот ключи у нас на коннекторе, ключи. Если коннекторы вниз смотрят, первая банка по счету, то есть второй контакт. И, в принципе, ее работы каков? Вот мы ее сейчас перезапустим. Вот она перезапускается. И говорит нам выбрать ток. И мы выбираем ток. Вот у нас 0. Вот 160, 300. И мы выбираем ток, каким током надо разряжать. Это толком не откалибровано, но это можно откалибровать. Я потом покажу, как в скетче, что менять, чтобы можно было откалибровать. Потом мы выбрали ток, нажимаем. И пошел таймер. И пошел разряд. И что у нас показывает? Вот здесь показывает напряжение вот этой первой банки, как напряжение найдет. Которое мы указали в скетче. До 3 вольт, или до 3,8. До сколько мы хотим, смотря что мы хотим сделать. И он отключится. Отключится разряд. И следить не надо, менять не надо. Можно в конце концов поднять напряжение 7 А. Сразу 3 аккумулятора включить, чтобы он разряжал. Ну, сейчас приступим к настройке. Я настройку сейчас покажу, как делать. Скетч открою, программу открою. И покажу. Так, подключаем сразу Ардуино через конвертер. Берем аккумулятор или лабораторный блок питания. Помощнее возможно, можно и не мощнее. И подключаем так же к первой банке. Можно и не подключать, но подключим. И включаем вот сюда. Теперь, переходим к скетчу. Так, скетч. Вот мы видим вот здесь уровень разряда. Вот здесь надо выставлять, до какой степени мы хотим разрядить аккумулятор. То есть, 3 В. Это если мы тестируем емкость. То есть, под большую нагрузку. Там, не знаю, под 5 А, 7 А. Все эти значения писать через точку. 3, точка, не знаю. Если в хранении, 75. Сделаем. Уровень разряда. Но здесь есть подсказки, как раз. Для вас я написал. Подсказки. Вот эти все цифры. 160, 300, 3. Это все на каждое нажатие кнопки. То есть, тут написано, ток шага на экране настроен под резистор 1,5 Ом. И вот я вам показал под подсказку. Ну, то есть, мы что делаем. Мы все стираем. Я вам сейчас покажу, как это делать. В быстром моменте. То есть, мы нажимаем один раз. Мы смотрим, что у нас здесь появилось. 170, 180, 170. Мы вбиваем 170, запятая, запятая, нажимаем еще один раз. 340, запятая. Нажимаем еще один раз. 540. Но опять же повторю, это под каждый, под 3С надо 1, под 4С. Другой, под 5С, другие значения будут. Но нагрузка будет по-любому работать. Она будет показывать верно только на 4С. На других будет. Вам надо посмотреть просто. Или делать под какие банки вы сами используете. Или переделайте скетч. Вот у меня, я ограничил до 5А. И на этом все. То есть, останавливаем. У нас вот эти показания мы нашли. Вот эти все значения, каждый шаг. Мы нашли. Теперь вот это вбиваем напряжение. Мерить на ноге FCC. FTT. Или как там будет. По инглишу. Не знаю. У меня напряжение питания. То есть, мы замеряем напряжение. Между землей Ардуино. И на ноге FCC. Не на ноге RAF. Потому что RAF идет до стабилизатора. У меня стабилизатор свой стоит. Я выставил на нем примерно 5 В. Мы замеряем вот отсюда. И вписываем. Почему это важно? Потому что у нас Ардуино берет как оборное напряжение. Вот с этого выхода. С напряжения питания. И вот мы вот здесь поправляем. Вбиваем напряжение. Мерить на ноге FCC Ардуино. У меня 4,82. Я уже проверял. Это верно. Но есть один такой небольшой нюанс. Если у вас один тестер показал там 4,82. Вы замеряете банку. А у вас или больше, или меньше. Там на одну десятку. Или еще что-то. Попробуйте поиграть с этим напряжением. Чтобы попасть в него точно. Вы проконтролируйте, что у вас на экране. На экране вот здесь. Когда мы запускаем. Вот 4,12 напряжения. И чтобы вот здесь было 4,12. На первой банке. Вы обязательно проверьтесь. Потому что не получилось так, что у вас будет аккумулятор убивать. Если у вас больше или меньше. Вот с этой цифрой играться. Калибруем этой цифрой. Вот здесь есть часть. Настройка мощности. Ограничение ШИМ. Вот я опять же показал. Вот здесь. Ограничение ШИМ. То есть. Если мы хотим ограничить ШИМ. ШИМ сделать более. Чтобы он не до 5 Ампер. Было до 10. Скажем. Мы вот сюда вбиваем. Максимальное значение 255. Ну вот. Вот это уже понятно. Здесь вбиваем 140. У меня 140. Это до 5 Ампер. Ну я почему 5 Ампер ограничил. Потому что 5. Даже вот такую бандуру на 8 Ампер. Нам надо разделить. Разрядить примерно до 30% в хранении. Достаточно быстро разряжает. 5 Ампер все-таки это ток. Больше я не хочу. Чтобы не насиловать. Мы их и так в поле. Их насилуем. Аккумуляторы. Ну смотрите сами. Каким током вы хотите разряжать. Так. Что тут дальше можно показать. Ну вот. Что если вы не хотите. Чтобы мое имя было. Аликсал. Вот. Два. Дисплей тек сайца. Это масштаб. Это расположение. Откуда печатать. А это что выведет. Ну в принципе. Больше здесь ничего трогать и не надо. Ну вот. Схема тут. Действительно. Я постарался. Тут действительно детская схема. Вот это мосфет у нас. Это у нас. OLED экран. То есть. Если мы используем Arduino Pro Mini. Вот этого типа. Это по-моему китайские клоны. У нас А4, А5. Они вот здесь в центре. Я под них даже печатку не разводил. Я напрямик. Вот так припоял. Вот здесь где указано. Плюс 5. Плюс 5. Плюс 5. Плюс 5. Это все идет к стабилизатору. Вот эти шунтующие резисторы. Они нужны для кнопок. Скажем так, чтобы шумов не было от кнопки. А не подтягивающие резисторы. Вот это к балансиру. 4.2. И написано было 3.2. 3.8. Ну. И первая банка. Этот конденсатор. Он идет к первой банке. То есть. Чтобы у нас. Просто у меня попадалось так. Пока я тестил. У меня на одном аккумуляторе доходило напряжение до 3.85. До 3.82. А мне надо было уже. Еще надо разряжать. А он скакал. 3.79. 3.80. 3.79. 3.80. И постоянно очень много. Долго-долго скакал. Вот это. Вот эту проблему я разрешил. Вот этим конденсатором. Он немножко давал задержку. И разряжал именно до 3.80. Зашунтировала керамика. Не знаю для чего. Но для. Скажем так. Для собственного успокоения. В принципе. И без него тоже работает. Так что видите. Схема очень простая. Тут ничего такого нет. Это можно и без печатки. Просто наверстом собрать. Не знаю. В корпус все это вставить. Припаять. Ну. Как-то так. Все. Спасибо за внимание. Надеюсь кому-то поможет. Как и мне.